В студии Елена Кузовкина. Это программа День с толком. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. До 15 лет лишения свободы в Барнауле начался судебный процесс над бывшим министром транспорта края. Спасение утопающих. Что ждет барнаульский общественный транспорт, если повысить плату за проезд или оставить все как есть? Краевой баскетбольный клуб вновь играет в Суперлиге-1. Чем завершился дебютный матч? В Барнауле начался суд над Александром Деметьевым, который до 24 мая этого года был министром транспорта Алтайского края. Сегодня в суде Центрального района прошло первое заседание. Оно носило чисто организационный характер и длилось не больше 10 минут. Фото и видеосъемку на заседании запретили по просьбе стороны защиты. Сегодня был оглашен порядок предоставления доказательств в ходе процесса и назначена дата следующего заседания – 22 октября. Напомним, в июне Дементьева задержали по подозрению в получении взятки размером более 5 миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги министр обещал покровительство одной компании, которая наносит дорожную разметку. Речь шла о заключении контракта и беспроблемной приемке выполненных работ. Теперь Александру Дементьеву грозит до 15 лет лишения свободы. Экс-министр свою вину признал. Повысить стоимость проезда в Барнауле собираются и владельцы частных маршрутов. За билет с ноября они предлагают брать по 30 рублей. И пока пассажиры возмущаются, перевозчики пытаются спасти свои коллективы и сохранить в городе общественный транспорт. Артем Гусельников продолжит. Не 25, а 28. Уже с ноября проезд в общественном транспорте Барнаула подорожает. Разница в 3 рубля, но перевозчики считают, что она должна быть больше – 12. Повышение тарифа должно привести к росту зарплат водителей и кондукторов, которых не хватает. Ведь укомплектованность штата перевозчиков – 40%. Зарплату водителям, кондукторам тоже уже в течение нескольких лет не поднимают. Повлиял и страх из-за коронавируса. Работать некому. Транспорт задерживается. Это остановка Балтийская. Здесь проходит сразу несколько маршрутов. Однако, по словам жителей микрорайона, уехать отсюда трудно. Автобусы и маршрутки ходят редко, поэтому людям приходится идти до улицы Попова пешком, чтобы сесть хоть в какой-нибудь транспорт. В сторону Попова транспорт никакой не ходит практически. 60-й в одну сторону. 60-й ходит, конечно, часто, но автобусы маленькие, иногда в него и не сядешь. И самое главное – 37-й. Вообще непонятно, как ходит. Бывает, что он не то что час, два часа стоишь, ждешь. Еще одна проблема – отсутствие выбора транспорта на некоторых маршрутах. Например, уехать из Борзовой заимки можно лишь на автобусе номер два. Хочешь, не хочешь, и приходится ждать этот автобус. А ходит он не просто плохо, не знаю, там, чрезвычайно плохо, адски плохо. Потому что буквально вчера я, например, ждала, там, 40 минут не было автобуса. Он пришел, но он даже не остановился, потому что он настолько битком набит, что там даже двери в принципе не открываются. Как выход – создать новые маршруты или скорректировать старые. Но сделать это самостоятельно нельзя. Маршруты зафиксированы на федеральном уровне. Чтобы начать что-то менять, власти пригласили в Барнаул специалистов из Санкт-Петербурга. Сейчас у нас в городе Барнауле проходит разработка комплексной схемы транспортного обслуживания. Научной организацией проводится данная работа. Как раз анализируются пассажиропотоки, наполняемость на остановочных пунктах. Они установили на всех маршрутах города Барнаула, они установили датчики, значит, подсчета пассажиров. Потом, значит, установили навигаторы свои. Они считывают, значит, протяженность маршрута, его скорость. Ну, то есть, все учитывают. Еще один вариант – перейти на систему брутто-контрактов. Не будет денежных средств, значит, наличных. Будут только карты продаваться, как в Москве. Карта, все, и уходит единому оператору. Единый оператор будет платить перевозчикам уже за обслужение. Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. А значит, исчезнет зависимость от падающего пассажиропотока, на что постоянно жалуются перевозчики. А расписание будет четко выполняться. Ориентировочная работа по брутто-контрактам может начаться в конце 2022 года. А пока барнаульцы могут высказать свои пожелания по изменению маршрутов на официальном сайте города. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. На Кутузова вновь валят лес. Уже несколько дней жители района Булыгина в Барнауле наблюдают, как рабочие пилят сосны. Люди пытаются их остановить. Сегодня позвонили в нашу редакцию. Местные жители не впервые вступают в перепалку с рабочими. Те показывают им разрешающие документы, но людей это не успокаивает. В них говорится о санитарной вырубке. Но кроме ветхих деревьев, среди поваленных есть и совсем не старые сосны. А в документах упоминается имя председателя Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антона Шиломенцева. Что за работы проводятся на участке за улицей Кутузова, мы намерены выяснить в мэрии и будем следить за развитием истории. А на трассах края готовятся встречать зиму, следят за дорогами и небом. Специалисты вычисляют место возможного снегопада, чтобы именно туда оперативно направить технику. За какими районами уже усиленно следят и насколько безопасны сейчас трассы, расскажем далее. Место, где будние праздники смешиваются – дороги. Юрий Путилов работает в ДСУ уже пять лет. Летом чинит машины, делает асфальт, а зимой разбирается со снегом. Новый год приходилось на трассе встречать? Родные это понимают, что у вас очень тяжело? Да, конечно. А окружающие часто достаются? Часто. Диспетчеры круглосуточно следят за ситуацией на дорогах и за небом. Так, например, метеосистема помогает предвидеть осадки в любом районе, для того, чтобы заранее отправить технику на объект. Иногда бывают случаи, когда приходится спасать людей. Был мужчина с женщиной в темный буран, слетели с дороги. А мужчина сам по себе еще плохо видит. За КДМ-кой он ехать не смог. В итоге машина осталась ночевать в откосе. Женщину с мужчиной мы привезли сюда. Ночевала здесь. То есть и женщина, и мужчина до утра. Утром их увезли на Увазике, на автовокзал. Одни из проблемных районов, говорят в Минтрансе, Третьяковские и Змельногорские районы. В середине зимы меняется роза ветров, а количество осадков превышает норму. На днях снег уже выпал. Техника стояла на готове, так что дороги уже посыпаны песко-соляной смесью. 80% работ по подготовке к зимнему сезону уже выполнили. Сегодня предприятие еще готовит технику, потому что у нас еще работы не все завершены по ремонтам, по строительству. Поэтому часть техники сегодня задействована еще на объектах строительных. На балансе края 15 тысяч километров. Для их безопасности работает больше тысячи единиц техники, 46 из которых купили в этом году. В центре внимания в первую очередь федеральные и региональные направления, а также школьные маршруты. Подготовку к зимнему сезону завершат 30 октября. С упадением снега пескоразбрасыватели, автогрейдеры, снегуборочные машины и бульдозеры будут готовы сразу приступить к работе. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Уроженку Рубцовска признали инагентом. К слову, это первый инагент в Алтайском крае, можно сказать, первопроходец. Екатерина Кельтау является координатором регионального отделения движения «Голос». Саму организацию признали инагентом еще в августе этого года. Теперь Екатерина находится в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Как известно из СМИ, движение «Голос» занимается независимым наблюдением за выборами и защищает права избирателей. И на всякий случай напомним, в конце сентября ФСБ назвало данные, за сбор которых гражданину грозит статус инагент. Документ состоит из 60 пунктов, назовем несколько из них. Стать инагентом можно за сбор сведений о прогнозах развития военно-политической обстановки, за сбор информации о дислокации, вооружении, численности армии, полиции и т.д. Если лицо собирает данные о закупках, сведения о содержании международных договоров, также стать инагентом можно за сбор информации о проблемах, сдерживающих развитие Роскосмоса. В Барнауле началась приемка дворов после благоустройства. Всего же этой осенью обновить должны 65 внутридворовых территорий. И горожан приглашают подготавливать новые заявки. Продолжит Анастасия Болотина. 65 обновленных дворов, 36 детских площадок и 30 парковок. Таков масштаб программы «Комфортная городская среда» в Барнауле в этом году. По словам властей, попасть в нее с каждым сезоном пытаются все больше собственников. Часто они хотят сделать свои дворы зелеными и построить там спортивную площадку. Но начинают с основных работ. Первый перечень – это основной минимальный так называемый перечень работ, в который входит устройство асфальтобетонного покрытия на проездах устройства, пешеходных дорожек, устройство систем водоотведения, устройство освещения. В топе самых активных районов участников программы – индустриальный Октябрьский и Ленинский. Жители последнего хотели бы преобразить чуть ли не всю территорию. Система водоотведения и новая пешеходная дорожка – как раз то, о чем мечтают жильцы дома в микрорайоне Гущинский. По мнению администрации, здесь наши дети должны ходить в школу. С наступлением зимы не проще. Появляется гололед, а пользуются дорогой жители всех близлежащих домов. Другой пешеходной зоны у нас нет. Нам администрация говорит, что у вас вот пешеходная зона. Пользуйтесь ей. Как? Переплывать. Переплывать. Жителям предстоит решить, будут ли они подавать заявку в программу. Успеть собрать документы нужно до 1 мая. Но и здесь загвоздка. Новые проекты собирают для реализации только в 2023 году. Да терпят ли люди. Основные работы по комфортной городской среде проводят за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. С 2017 года в рамках программы благоустроили 335 дворов и 13 общественных территорий стоимостью 1 миллиард рублей. Анастасия Болотина, Андрей Печоркин. День с толком. Средства личной гигиены, носки и даже книги. Эти и другие подарки от барнаульцев передадут пожилым людям в дома-интернаты. Акция «Дорого внимания» проходит в комплексном центре социального обслуживания. За первую неделю месячника пожилого человека уже есть, что передать бабушкам и дедушкам. В основном передают средства гигиены, это носочки, это халаты. То, что для пожилых граждан очень важно. Вообще, даже если вы принесете открытку, сделанную своими руками, с добрыми пожеланиями, я думаю, для них это будет очень важно. Потому что для них действительно дорого внимания. Принести подарки можно в любой из городских филиалов комплексного центра до 15 октября. После их передадут в дома-интернаты всего края. В Алтайском крае наметился серьезный дефицит швей и, как следствие, некачественной швейной продукции. Прилавки сетевых магазинов и шоу-румов заполнены одеждой, пошитой за границей, но она часто может не отвечать стандартам качества и красоты. Можно ли ситуацию изменить, узнавала Валентина Аскерова. Дарья Албачева популярный в городе швейный блогер. Девушка долгое время занималась индивидуальным пошивом. Но перспектив в этом не видела и решила изменить вектор работы. Зайла страницу в Инстаграм и начала учить людей шить. Сейчас уроки пользуются огромной популярностью. Все больше людей в последнее время хотят научиться шить именно для себя. Я заметила, что есть такая потребность. Потому что люди хотят индивидуальности. В последнее время намечается тренд на индивидуальность. И через одежду проявить это проще всего. Одеваясь в масс-маркете и сетевых магазинах, подчеркнуть свою индивидуальность не получится, рассказывает Дарья. Рынок переполнен огромным количеством одежды китайского в основном происхождения. Так называемый масс-маркет, который я называю фастфудом одежным. Потому что одежда низкого качества, не очень хорошие посадки, дешевые синтетические материалы, достаточно однотипные на самом деле. Подчеркнуть индивидуальность могла бы квалифицированная швея. Но таких единиц, как в городе, так и в целом стране. К слову, сейчас острый дефицит рабочих рук во всех отраслях, рассказывает председатель союза предпринимателей Юрий Фриц. И причина проста – люди не хотят осваивать рабочие профессии, а идут по более простому пути. Такая сфера по связыванию рабочей силы – это, например, доставка еды. Очень много молодежи ушло туда. Такой неквалифицированный труд. Но, тем не менее, там есть заработки, работа не требующая каких-то специальных знаний, простая, понятная. А также отток кадров. Ежегодно край теряет десятки тысяч квалифицированных работников. Дефицит профессионалов ощущает и Барнаульский меланжевый комбинат. БМК – крупнейшее предприятие Алтайского края в сфере текстильного производства. Здесь производят ткань для спецодежды, которую поставляют оптом крупнейшим швейным предприятиям. За неделю здесь выпускают столько тканей, сколько хватит на дорогу от Барнаула до Новосибирска. Если эту ткань, которую мы выпускаем в виде швейных изделий, отправить в Алтайский край, одеваться, то мы его завалим своей продукцией в течение месяца, мы всех оденем в свою одежду и прочее. Но пока этого не происходит, у БМК не тот профиль, чтобы одевать жителя Алтайского края. Поэтому рассчитывать нам на качественную ткань и качественный индивидуальный пошив сложно. Остается только самим осваивать азы швейного мастерства. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К новостям спорта. Баскетбольный клуб «Барнаул» дебютировал в «Суперлиге-1». Это состязание под элитного уровня, куда наш клуб попал после долгих лет перерыва. В первом матче сезона нашим игрокам противостояли уфимцы. Дмитрий Дроздов наблюдал за матчем. Последний раз в «Суперлиге-1» команда из «Барнаула» выступала 6 лет назад. Тогда флагман краевого баскетбола был всем известный «Алтайбаскет». Долгие усилия для возвращения на прежние позиции и теперь уже на площадке клуб «Барнаул». В первой игре против уфимца наши начали встречу вдохновенно. Уже через полторы минуты «Барнаул» ввел 7-0. К шестой минуте 13-2. И многие понимали, что таких хозяев не остановить. На самом деле мы оказались чуть посвежее физически, чем они, потому что состав игроков примерно одинаковый с обеих сторон. Но опять же еще раз повторю, что мы рады получить эту первую победу. К первому перерыву гости отрыв сократили 19-10. Но «Барнаул» крепко держал игру под своим контролем. Борьба под счетами, подборы – это все получалось у хозяев намного лучше. При такой игре главный тренер гостей Эдуард Раут очень эмоционально устраивал разбор полетов для своих игроков. В некоторых моментах доставалось и судьям. Однако потом сказал, что ввел себя еще скромно. На самом деле это я не заводился на судей. Так что не надо, я компрометирую, я заведусь на судей. Я думаю, вся Россия это увидит. Сегодня ничего не было такого запредельного. 86-62. Победа за нами. Более чем уверенный старт в дебютной для клуба «Барнаул» лиге. Самые результативные игроки по итогу встречи в нашей команде – Андрей Семенов и Александр Мартынов. Они набрали 16 очков. Никита Баринов набрал 12 очков. Следующая встреча в это воскресенье. «Барнаул» против московского ЦСКА-2. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова